Добрый день! День садоводы и огородники. В очередной раз хочется воскликнуть, кто дышит садом, тот дышит поэзией и вечной молодостью. Наконец-то за 10-15 лет у нас такая уникальная весна радует невысокими температурами. Природа буяет, насыщает наш организм тоже радостью, потому что человек и природа едины. Вот прошли не так давно заморозки, которые мы видели. И эти заморозки существенно в начале мая повредили и деревья, и кустарники. Не так давно вчера Людмила Петровна Менько, уникальный огородник, тоже занимается этим делом с научной точки зрения. И Володя забыл, а фамилия у него Шелковый. И попросили они меня, Виктор Анальевич говорит, обязательно сделайте программу. Ну как же сейчас реанимировать деревья, как выходить из этого положения. Еще у нас погибли помидоры и другая рассада, перцы, огурцы замерзли. Как говорится, теплолюбивая культура погибли и на момент выхода, и на момент нахождения в земле. Поэтому мы будем говорить о правилах подготовки рассады на замену перед высадкой, чтобы она меньше замерзала, чтобы она была закаленная, подкормленная. А, кстати, там на огороде долгоносик постарался. Его, конечно, в этом году гораздо меньше. Напомним, как бороться с долгоносиком. Ну и заканчиваем бородьбу с Оленкой Валахатой. Все равно шкодничает на клубнике. Вот вкратце и вся сегодняшняя, так сказать, тема сегодняшней программы. Итак, смотрите, ребята, что у нас с вами произошло. Минус 32 даже было у нас. Пропал инжир у меня, вон пропал персик сзади. У людей, у кого остались персики, они сейчас курчавятся. А вон, посмотрите, что с орехом делается. Как же с этого положения выходить? Вот, к счастью, тут вот Филипп тогда от Оленки Валахатой обработал вот эти деревья. И теперь смотрите результат. Какое огромное количество груш, яблоки будут, урожай большой. То есть, Оленка не съела наши цветы. А теперь давайте к теме. После заморозков растения ослаблены. На них что идет? Вредители. Буквально на следующей неделе придется нам от гусениц, листоверток и всяких других шкидников обрабатывать. А сейчас вот именно вирусы, как амикоз мы видим, монолиоз, вирусные ожоги. Вот тут-то опять пригодятся препараты такие, как кумир. Кумир – это системный фунгицид против комплекса болезней плодовых культур. Проводя опрыскивание раствором препарата кумир в период вегетации яблонь, персиков, винограда, лечат от таких болезней – парша, брошнистые росы, кучерявости листьев, плодовой гнили. Данный препарат подавляет активные стадии развития грибов, предупреждает спорообразование, обеспечивает защиту необработанных частей растений и нового прироста. Кумир растворяем в маточный раствор. Кумир растворяем, кумир 5 мл вот в этом баночке, который будет идти потом на 4-5 литров воды. Мы виноград им опрыскиваем, и орехи, и яблони, и груши. Поправятся деревья обязательно. Вот еще интересный препарат медсодержащий «Дебют». Особенно рекомендую его на виноград и на томаты. Препарат показывает хорошее антисептическое действие. И обязательно сочетайте и «Дебют», и «Кумир» с биоглобином. Из расчета – 1 чайная ложечка биоглобина на 5-10 литров воды. И обязательно вот сейчас на сад мы все-таки берем колпачок «Санимикс» 10-15 мл на пол ведра. Вот вкратце и все. Опрыскивание проводим в безветренную погоду. Или рано утром, или на вечер, когда стихает ветер. Поскольку у нас сейчас ситуация, как мы и говорили уже, заморозки нанесли огромный вред огурцам и другим культурам, пересеваем огурцы и все теплолюбивые культуры. Но большинство людей делает так. А те, которые, вот как я, делают рассаду, и вот сейчас после того, что у нас замерзло на огородах, высаживают рассаду, то мы с вами должны помнить два основных правила, которые нужно перед высадкой рассады знать. Первое правило – мы ее закаливаем. Круглосуточно открыты кругом у нас ниши, окна. Держим эти растения на сквознячке. Второе, что особо важно – правильность рациона, подкормки. Разнообразить меню питания растений, кроме закаливания, очень важно. Мы стараемся всячески разнообразить меню растений. Например, если мы можем просто, ну, раньше брали удобрения на момент выращивания огурцов 20-20-20, и помидоры, ну, подгоняли их 20 азота, 20 фосфора, 20 калия, то сейчас, когда огурчики будут зацветать, то в этот момент мы уходим уже на более серьезное удобрение – кемира удобрения. Здесь огромное количество микроэлементов. Они способствуют улучшению обмена веществ растений. Никогда вы не высыпайте удобрения прямо в ведро, а всегда делайте маточник через баночку. Потом мы даем туда, из чего растения строятся, из белка. Биоглобин – это живой белок, то, из чего быстро нарастают растения. Вот вы видите, даже мы работаем биоглобином, огурец у нас не сильно вытягивается, как бы более-менее растет, как бы естественно. Перемешиваем. И к этому растворчику додаем аминокислоты, которые находятся в препарате оксигумат. Это препарат не чисто использования гуматов, а гуматы синтезированы с биологическими бактериями, микроорганизмами. То есть это принципиально интересный новый живой препарат. Таким образом, на 8-10 литров воды идет максимум 5 мл оксигумата, 10 мл биоглобина, а кемир и люкс – пол пакетика даже на такую рассаду. Если растение уже очень взрослое и завязывается, этот пакетик на 10 литров. С этим ясно. Теперь вот выливаем маточный раствор в ведро. Ну, беру я поливалочку с узким носиком. Ну, смотрите, подкормочку всегда лучше делать, когда земля влажная. Подкормка не полив. И вот так вот подкормочка лучше у нас с вами усваивается. Закаливание. И правильный рацион растений – залог здорового и хорошего урожая. За 2-3 дня до высадки рассады необходимо ее подкормить. Надо давать то, что дает корень. А что дает корень – это те специальные аминокислоты и гормоны природы, которые, в принципе, с фосфором, который у нас вот здесь в удобрении находится. Или можно просто брать кемиру люкс и подкармливать. Значит, она делает маточник из тикамина микс. Тикамин микс – это комплекс аминокислот и гормонов роста, которые сильно воздействуют на укоренение. Тут даже чуть-чуть капнем биоглобина. Будет тикамин микс. Вот он такой, видите, какой красивой консистенции. Никакой химии. Двое суток пройдет, и можно рассаду высаживать. Перед самым моментом высадки мы опрыскиваем или препаратом эместим-С, или препаратом ивин. Можно опрыскать все растения, которые уже растут, и те растения, которые мы будем высаживать. Что дает ивин или эместим? Клеточки растений быстрее усваивают питательные вещества. Но при этом растения, естественно, развиваются, и их генетика совершенно не изменяется. Вот смотрите, тоже, что касается перца, тоже та же самая технология. Опрыскивание ивином перед высадкой, полив тикамином микс. И вот вам результат. 45 растений растет в такусеньком маленьком поддоне и отличной корневой системой. Вот, посмотрите, какая корневая система. Вот это очень важно. Вот и все хитрости. Заморозки существенно подрезали не только томаты, но и уничтожили посевы огурцов. Сейчас Лизавета занимается пересевом. Для достижения этой цели мы все-таки после дождя у нас песчаная земля, полили луночки раствором биоглобина и тикамина. Используем биогумус живильная сила. Ну, сюда в биогумус живильная сила мы добавляем аммиачную селитру, азот, вы видите, смешиваем, минералку с органикой. Органом минеральная смесь. Для того, чтобы вкуснее было вот эта живильная сила, это комплекс бактерий, которые там перерабатывали этот навоз. И в конце концов там и остался этот тот питательный слой, который есть в результате жизнедеятельности вот этих 5-6 семей с бактерий, которые участвовали в ферментации. Удобрение даст хороший старт, а вот это бактериальное биологически-ферментное удобрение даст уникальную жизнь и уникальный вкус. Вот сейчас Лизавета у нас делает каждую луночку, кладет огурчики. По уроке заморозков дали свое знать, да? Поэтому, чтобы не было других заморозков, мы накрываем, ну, так сейчас условно-схематически агроволокном, и получается, будет даже минус 6 или минус 5. Наши огурчики будут, как, там будет, как, знаете, как аккумулятор тепла ночью. Теперь клубника, да? У клубники, я сейчас делаю предысторию, две проблемы. Первая, оленка валахата их немножко подкалашматила. Вот есть такие съеденные оленкой, пустые цветы. А есть вот другая проблема, а вот результат заморозков. Та клубника, что раньше зацвела, попала под заморозок, и она, конечно, пустая. Где-то процентов 10 урожая мы потеряли. А если бы не поленились бы, да затянули все агроволокном, так у нас бы клубничка была бы здесь на 10 дней раньше, и не было бы ни одного такого черного, я так называю, дупла. Ну, вот так что, извините, мы опростоволосились. Теперь давайте будем восстанавливать после заморозков клубничку, будем ее восстанавливать. То, что подмораживает деревья, ослабевает и клубника, и деревья, это значит, вредители туда идут, болезни туда идут. И свитч, Филипп, свитч. Там Филипп работает, он делает растворы восстановительные, реанимационные и против болезней. А вот Лизочка что делает? Она делает такой коктейль из биологически активного удобрения живильная сила и дает туда биопон. Все это будет заделываться сапочкой грунт. Из расчета 30 грамм на квадратный метр. И приблизительно по 200 грамм на погонный метр живильной силы. Вот как показывает Лизочка, протрушивает это все вот так, а потом тяпочкой запалывает. После этого растения обязательно нужно полить, чтобы находящиеся в живильной силе бактерии активизировались и начали размножаться. После того мы делаем, вот Филипп сейчас делает маточные растворы быстренько. Чего он делает? Он берет свитч, как противовирусное, потому что были приморозки. Гриб всегда придет на ослабленную иммунную систему. Свитч идет, две пачечки вот такого свитча на 2-3 литра воды. Сейчас Филипп у нас заливает ягодный саннимикс. Это комплекс микроорганизмов, бактерий вместе с азотом, фосфором, калием, медью, цинком, бором, молибденом. Ну, с полным набором питательных веществ. Чем больше органики, чем больше питательных органических веществ поступает в продукт, тем естественнее и органичнее наше с вами существование, тем здоровее чувствуем мы себя. И вот от вредителей Филипп сейчас замешал биологический бактериальный препарат, который уничтожает вредителей, биоинсектицид. Он называется битоксибациллин. Битоксибациллин – препарат, предназначенный для защиты сельскохозяйственных, цветочных, лесных и лекарственных культур от насекомых-вредителей. Эффективен в отношении вредных чешуекрылых насекомых, паутиного клеща и личинок колорадского жука. Препарат не обладает фитотоксичностью, не накапливается в растениях и плодах. Гарантирует получение экологически чистой продукции. Битоксибациллин применяется в любую фазу развития растений. Целебность этого препарата гораздо выше, чем применение какого-то химиката против вредителей. Еще раз подчеркиваю, чем он пройдет? Он пройдет, дает биоглобин 10 мл, свитч – две пачечки на 4 литра воды, колпачок санимикс. И все это смешивает и добавляет от вредителей битоксибациллин. Заморозками-то разобрали. Буряк-то как бы от заморозков уцелел. Со свеклой, посмотрите, что делается. Рядок целый подъел этот долгоносик. Я советую, как только бурячок, вилочка появляется, лучше всего от долгоносика использовать препараты протеус. Там 15 мл на 5 л воды можно использовать. И хорошенько забрызгивать. Это не только от долгоносика, можно и лук от луковой мухи и так далее. Если у нас немножко буряка, то лучше всего использовать препарат марш из расчета. Вот эта пачечка марша на 4 литра воды. И забрызгивайте при появлении всхода в свеклу. Не забывайте, иначе вот увидите, не побрызгивайте вот такой рядок в лучшем случае остатки. Ну и напоследок вот есть новый препарат биотлин. Он идет и на долгоносиков хорошо, и против тли хорошо работает. Вот эти, пожалуй, 3 препарата, протеус, марш и биотлин, они эффективны и на долгоносика, и на других вредителей. Заканчивая тему, ну как бы по рассаде, есть два варианта выращивания рассады. Как мы видели в рассадных ящичках. И второй вариант, у меня был прямой посев рассады. Вот это рассада, которую мы 5 апреля сеяли, системички прямо в тепличке после натягивания пленки. То есть вот они маленькие сейчас, вы видите, но они догонят и перегонят те, которые большенькие. Сейчас даю кемира, столовая ложечка на ведро, и чайная ложечка биоглобина на ведро. Кормлю с интервалом раз в 3-4 дня, и они очень быстро, как грибы, растут. Вот оно маленькое растение, 5 настоящих листочков, а растение высотой, обратите внимание, 5,5 сантиметров. И обратите внимание, корень где-то до 3 сантиметров. Таким образом, 60% растения занимает корень. Вот именно вот такая пропорциональная подкормка, которая делается биоглобином с участием микро- и макроэлементов, таких как кемира люкс, дает вот такие чудесные результаты. Все это мы посмотрели. И последний этап. Вот ребята тут у меня выбирают рассаду. Филипп вот берет во фото, сейчас 5 миллилитров на пол-литра воды, чтобы корни растений замочить на 4-5 часов, можно даже на ночь. И вот он заливается, вот этот. И вот здесь в поливалочке будет этот раствор. Мы его подмолаживаем. Вот, и получается, что вот этот протравитель, который, кстати, и от хруща, и от дратяныка, луковой мухи хорошо протравливает, в том числе даже морковную муху. Мы его заливаем. И вот здесь вот раствор хорошо. Вот этот раствор через 4 часа уже полностью помидор в себя втянет. Ни колорадский жук, ни медведка не смогут его подъесть. Вывод. Замачивание рассады перед высадкой препаратом Вафатокс или, в крайнем случае, препаратом Актора, особенно капусты, помогает нам убить вредителя и предотвратить выпадание рассады во время, ну, так сказать, ее приживаемости. Мы с вами немножечко прояснили основные, как бы, моменты. И практически эта передача готовилась, как я говорил, от встреч с каждым из вас. Это были самые, так сказать, болевые точки, которые вы, наши телезрители, подсказали, что вас это волнует. Приходите ко мне, задавайте вопросы. Это будет темой наших следующих передач. Ну, дальше жизнь продолжается, надо идти дальше работать. И хочу и вам пожелать здоровья. Пусть и у вас будет больше успехов. И будем счастливы, если вот эта маленькая часть нашего труда, передача, будет помогать вам успешно работать на земле. До свидания, до новых встреч!